Все, что требуется для победы Севзла, это бездействие хороших людей. Генерал Варгас? Что будет после конца? Я не знаю. Как и не знали они. Это были всего лишь инженерный батальон, строящий мосты и дороги в центре бескрайней пустоты Аризоны. Они не знали, почему пришел Армагеддом. Обрывки радиопередач говорили об атаке на какую-то космическую станцию. Но кто ее атаковал и зачем, никто не знал. Но все знали, что политики и генералы наконец-то привели мир к его концу. Все исчезло. Они захватили федеральную тюрьму, выгнав всех заключенных, чтобы начать жизнь с нуля. Может быть, это было жестом милосердия, а может быть, они надеялись, что заключенные погибнут в новом жестоком мире. Как бы то ни было, они вернулись, чтобы отомстить инженера. Сектанты, преступники, каннибалы. С тех пор они заполнили пустошь. Но хорошие люди тоже смогли выжить. И они нуждались в помощи. И те инженеры, те простые солдаты, не могли просто стоять и смотреть. Они вышли из своего убежища, чтобы помочь выжившим защитить свои дома. И за это они получили новое, гордое имя. Пустынные рейнджеры. Рейнджеры, я знаю, что сейчас наше дело кажется безнадежным. И я знаю, каково прощаться с парадом по оружию. Но я хочу вам кое-что сказать. Ни один рейнджер, погибший ради нашей цели, не будет забыт. Его смерть не напрасна. И не останется неотомщенной.